После того, как президент Байден распорядился начать расследование о происхождении вируса SARS-CoV-2, тема искусственного создания смертельной опасной болезни больше не рассматривается в мире как маргинальная или конспирологическая. Самое страшное в этой новости это то, что речь может идти не просто о научном эксперименте китайских ученых, закончившемся неудачей, стоившей жизни уже миллионам жителей планеты. Речь здесь о преступных планах коммунистического руководства Китая по созданию нового биологического оружия. Оружие, которое будет замаскировано под естественную болезнь. Оружие, которое должно разрушить медицинскую инфраструктуру противника. Но давайте все по порядку. Британские и норвежские ученые Ангус Далглейш и Бюргер Соренсен заявили, что нашли верные доказательства того, что коронавирус SARS-CoV-2 создали китайские специалисты в лаборатории. По словам исследователей, создатели возбудителя COVID-19 пытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, как будто произошел естественным образом. Эта информация появилась в британской газете Daily Mail. Характерна реакция российской стороны на эту публикацию. Так, на Эхи Москвы в статье, посвященной этой новости, приводится высказывание российских специалистов. Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, говорит, что вряд ли мы в ближайшее время узнаем всю правду об истинном происхождении вируса. А вирусолог Виктор Зуев заявляет о несостоятельности этой версии. Других ссылок на мнение специалистов в публикации нет. Правда, есть указание, что Китай отвергает возможность искусственного происхождения вируса. Так что же выяснили западные ученые? Анализируя образцы SARS-CoV-2, Далглиш и Соренсен обнаружили в вирусе уникальные отпечатки пальцев, которые, по их словам, могли остаться только после манипуляции в лаборатории. Они указали, что пытались опубликовать свои выводы и ранее, но их работа была отвергнута крупными научными журналами, которые в то время были уверены, что вирус естественным образом перешел от летучих мышей или других животных к людям. Даже когда бывший глава секретной разведывательной службы МИД Великобритании МИ-6 Ричард Дирлов публично заявил, что теория ученых должна быть исследована, эта идея была отклонена научным сообществом как фальшивая новость. Более чем через год ведущие ученые политики и средства массовой информации на Западе поменяли мнение и начали рассматривать возможность утечки SARS-CoV-2 из Института вирусологии в Китае. Далглиш и Соренсен делают вывод, что SARS-CoV-2 не имеет достоверного естественного предка и что вне всякого сомнения вирус был создан в результате лабораторных манипуляций. Одним из характерных признаков человеческого вмешательства в вирус ученые назвали присутствие ряда из четырех аминокислот в шипе SARS-CoV-2, что по их словам является почти невозможным, поскольку положительно заряженные аминокислоты отталкивают друг друга. Законы физики указывают, что у вас не может быть ряда из четырех положительно заряженных аминокислот подряд. Единственный способ получить это – искусственно изготовить его. Вероятность того, что это является результатом естественных процессов, очень мала, указывает Далглиш. Все ожидали, что вирус SARS-CoV-2 будет постепенно мутировать и станет более заразным, но менее патогенным. Однако этого не произошло. Во время слушаний в Сенате главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил, что не может исключать того, что финансирование США исследователей в лаборатории Ухани не было потрачено на рискованные эксперименты по вмешательству в вирус. «Откуда вы знаете, что они не лгали вам и действительно использовали деньги на улучшение функциональных исследований?» – спросил Фаучи сенатор от Луизианы Джон Кеннеди. Директор Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз в свою очередь сообщил, что финансируемые США работы по проведению исследований по увеличению функциональных возможностей вирусов не были одобрены его учреждением. Надо сказать, что версия естественного происхождения SARS-CoV-2 до последнего дня считалась основной и признанной в научном сообществе. Профессор Кристиан Андерсон из отдела иммунологии и микробиологии исследовательского центра Скрипса в Калифорнии охарактеризовал предположение об искусственном происхождении вируса как полную чушь, даже отдаленно ненаучную. Тогда же группа из 27 ученых опубликовала в Lancet следующее заявление «Мы вместе решительно осуждаем теории заговора, предполагающие, что COVID-19 не имеет естественного происхождения». Однако позднее трое из подписантов отказались от своих слов, заявив, что, по их мнению, ЧП в лаборатории является вероятной причиной утечки вируса вовне. И вот ситуация радикально меняется прямо на наших глазах. Одно за другим появляются заявления специалистов в корне, противоречившие устоявшемуся мнению, а вслед за учеными в дело вступают политики. По сообщениям The Mail of Sunday, британский кабинет министров считает вероятной утечку вируса из института в Китае. Китай, следуя традиции коммунистических режимов, полностью отрицает свою причастность к созданию вируса. Обвинения в адрес Китая о появлении COVID-19 в лаборатории ничем не отличаются от заявления о том, что Ирак якобы обладает оружием массового уничтожения. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнь Юй. Соответствующая запись появилась на его странице в Twitter. Но похоже, что теперь ложь китайского руководства больше никто в мире терпеть не станет после того, как президент Джо Байден занял вполне ясную позицию на этот счет и призвал американскую разведку уделить больше внимания теорию происхождения коронавируса и сообщить об итогах в течение 90 дней. Отметив, что США также будут продолжать работать с партнерами-единомышленниками, чтобы заставить Китай участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании. Реакция российской стороны вполне предсказуема. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в свою очередь, что Запад пытается политизировать вопрос о происхождении коронавируса нового типа. «Мы смотрим, что публикуется. Пока ничего такого, что показала бы абсолютная убедительность данных, не опубликована», сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Была ли попытка создания нового вируса частью военной программы Китая по созданию нового типа биологического оружия, предстоит узнать в ближайшее время. Но последствия случившегося сами по себе ужасающие. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс сравнил пандемию COVID-19 со Второй мировой войной. По его мнению, из-за слишком сложной системы логистики, мир оказался сильно уязвим перед новым коронавирусом. При этом пандемия, как и война, стала определяющим событием для целого поколения людей, утверждает Гейтс. Печальная реальность в том, что COVID-19, возможно, не последняя пандемия. Мы не знаем, когда наступит следующий удар. Будет ли это грипп, коронавирус или какая-то новая болезнь, которую мы никогда раньше не видели, подчеркнул миллиардер.